Россиянам простят долги по налогам, но не всем. Кому ждать сюрприза, об этом рассказали на межрайонном совещании депутатов городских и сельских поселений. И это не единственное нововведение, которое ожидает налогоплательщиков. Вот я позволю себе несколько данных привести из того, что нам предстоит сделать. Списание подлежит задолженность физически к листу имущественным налогам, образовавшись в составе на 1 января 2015 года. По области эта цифра составляет 1 миллиард 600 миллионов, числящихся за более чем 500 тысяч физических лиц. Списки будут формироваться централизованно. На федеральном уровне сама процедура должна пройти в конце февраля 2018 года, совершиться до 1 марта. Во-вторых, это задолженность индивидуальных предпринимателей, также образовавшихся на 1 января 2015 года. По области ожидается списание такой задолженности в размере 200 миллионов рублей. Списки также будут формироваться централизованно на федеральном уровне. Следует отметить, что это не будет списана задолженность по налогу на добычу полезных ископаемых акцизов и налогов по лежащей уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации. И в-третьих, должна быть списана задолженность по страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Исчисленные индивидуальные предприниматели в размере 8 миллионов рублей. По нашим подсчетам, ожидается списание по более чем 8 тысячам платежщиков на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей. Списки будут сформированы инспекциями области, направлены фондами для определения суммы по лежащим списаниям. С 2019 года будет введен принцип экстерриториальности. То есть налогоплательщик может обратиться в любой налоговый орган страны, получить квалифицированную консультацию по связи конкретных данных, потому что вот это вот поднятие базы на федеральный уровень позволит сделать доступную эту информацию в любой инспекции.